В Искаминогорске увеличат число волонтеров. Это делается для того, чтобы помощь в это непростое время подоспела вовремя. Сегодня всего 30 бригад добровольных помощников доставляют продукты питания, а ждут их больше 70 тысяч горожан. Возможности поддержки казахстанцев в период временных ограничений изучил Вячеслав Витлугин. Психолог Анар Оралбаева и фармацевт Гульнас Кунусова осваивают новую для себя работу. Сегодня они волонтеры, ответственные за доставку продуктов питания на дом. Здравствуйте, скажите, вот вы формируете списки продовольствия на доставку. Списки вообще внушительные? Списки бывают разные. Некоторые люди заказывают большие списки, три листа, некоторые на одном листе. Вот сейчас у вас, допустим, в основном крупы, да? В основном крупы заказывают. А если, допустим, заказывают мешок муки, как вы все-таки такую ношу-то осилите? Ну, попросим. Здесь парней много, которые помогают. Помогают. И действительно помогают. Пенсионерам старше 65 лет и инвалидам продукты доставляют бесплатно. Клиент расплачивается только за товар. Оперативность курьеров контролирует диспетчер. Я имею общую базу данных на своем мониторе. И на WhatsApp мне приходит номер заказа, который непосредственно обслуживает наша бригада. Минимум полчаса, максимум полтора бывает. Службы социальной защиты в период временных ограничений тоже работают с колес. Посмотрите, да, все ли необходимое здесь. У соцработников Усть-Каменогорска 569 адресатов. Это многодетные семьи. Бесплатные продовольственные наборы им привозят на дом. Каждый месяц мне привозят вот такую помощь. Получается вот такие шикарные наборы продуктовые. Всегда как бы на страже. Вот наше государство помогает. Период чрезвычайного положения. Особый акцент на малоимущих и особо нуждающихся. Они первые получают материальную помощь. На детей от 6 до 18 лет были введены дополнительные меры поддержки. Это в размере двух МРП по 5 567 тенген на каждого ребенка. Данные виды выплат мы уже произвели. На 815 детей уже данные виды помощи перечислили. Помимо всего этого, больше 12 тысяч жителей Усть-Каменогорска и семьи уже получили по 50 тысяч тенге материальной помощи из фонда «Бергемос». Вячеслав Витлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24. Вячеслав Витлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорска. Хабар-24. Усть-Каменогорска. Хабар-24.